Пионерские песни и звонкие детские голоса звучали на площади Ленина с самого утра. На торжественную линейку в день рождения пионерии пришли пионеры разных поколений. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, счастливого детства, веселых, так сказать, игр и каникул, хорошего учебы и чтобы вы всегда были вот такими юными пионерами. И вот самый волнительный момент. На площадь торжественно внесли пионерское знамя, а новым членам пионерской организации повязали красные галстуки. Пионерская организация – первая ступень в общественных организациях Коммунистической партии, отметил первый секретарь Рязанского обкома КПРФ Денис Сидоров. Нынешние пионеры, когда повзрослеют, смогут вступить в комсомол, а потом пополнить ряды Компартии. Я уверен, что вы вступите в комсомольскую организацию, а дальше мы ждем вас в Коммунистической партии Российской Федерации. Пионерская организация – это та организация, которая нужна сегодня не только Коммунистической партии, она нужна всей России. Первый секретарь Октябрьского райкома КПРФ Лилия Кривцова рассказывает, первую пионерскую организацию в Рязани организовали при третьем детдоме Красного интернационала. Красноармейцы тогда взяли шество над пионерами. В 2002 году была возрождена пионерская организация в городе Рязани. И сегодня мы продолжаем славные традиции советской пионерии. Для всех пионеров с этим движением связаны только самые светлые, самые теплые воспоминания. Многие поколения советских ребят и девчонок воспитывались на принципах пионерии – честно жить, много трудиться, любить и беречь свою родину. Эти принципы помогли воспитанникам пионерии стать героями войны и труда, осваивать целину, покорять космос, двигать вперед науку, культуру. Обращаясь к юным пионерам, секретарь Рязанского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Рязанской областной думе Виктор Малюгин пожелал им никогда не забывать пионерской клятвы, которую они дали в этот день. Всегда оставалась вот та частица обязательств той клятвы, всегда помнили, которую мы сегодня и дали вот здесь, на площади Ленина. Поздравить пионеров пришли старшие товарищи из комсомольской организации. Разрешите вас всех поздравить с замечательным праздником Днем Пионерии и пожелать молодежной бодрости и смекалки. Праздничные мероприятия продолжились в Рязанском Кремле, где для пионеров были организованы викторины, экскурсии, спортивные игры, а также полевая кухня, где можно было попробовать вкусную гречневую кашу и попить сладкий чай с печеньем.